Здравствуйте! Мой сегодняшний мастер-класс будет о переделке вот этих вот прекрасных туфель. Ну, как о переделке? Мы их немного украсим. Дело в том, что туфли замечательные, очень хорошо сидят на ноге. И дочка меня попросила, говорит, мама, очень удобные, очень хорошо мне в них и на вечеринку пойти, и еще куда-то. Но они уже как бы не первый год мне служат и хотелось бы чего-то нового. А так как туфли это почти что вторая кожа, очень трудно подобрать туфли, чтобы они были и удобны тебе и все время новыми. Поэтому вот я решила немножко их украсить, как раз новые годние праздники будут. Смотрите, для этих целей я подобрала вот сейчас на базаре вот такие вот штуки продаются. Вот такая вот лента. Это даже не лента, это ткань. Она вот такой вот ширины. И длины, как говорится, немеренной. Наши китайские производители о нас позаботились. И на базаре она есть. Стоит она не очень дорого. Ну вот я купила золотую и серебряную, долго примеряла и решила сделать дизайн туфель вот с такой серебряной лентой. Значит, что нам для этого нужно? Смотрите, я решила украсить носик туфля, заднюю часть и сделать окантовочку, может быть, по краю. Для того, чтобы сделать выкройку из ленты, нужно сначала сделать выкройку из бумаги. Я вот так приложила бумагу, обвела, пальцами обвела, потом ручкой обвела и обрезала, как надо. И вот в итоге у меня, допустим, получилось вот для левой туфельки такая штучка. Ну, а для правой туфельки будет у нас, значит, наоборот. Вот мы ее даже подпишем, что это для правой туфельки. То есть, левая вот у нас, или это у нас правая, да, это правая туфелька. То есть, для нее мы вот примеряем, сделали примерку вот такую. Ну, вот смотрите, берем мы эту ткань и мы должны теперь, смотрите, вот для левой туфельки я уже такую штучку одну вырезала. Ну, а для правой, естественно, что мы, ну, давайте сделаем для большей точности, мы приложим ту, что я уже сделала, только нужно нам не забывать, что нужно приложить обратной стороной. То есть, мы вот так приложили. Для этого нам вот нужны хорошие ножницы, потому что между вот этими капельками тут идет обычная такая нейлоновая нитка. Значит, мы приложили, тут оно все, видите, квадратиками ровными сделано. Значит, мы отрезаем вот так. Так, чтобы нам вырезать четко ровно, нужно приложить, где у нас, чтобы не ошибиться, потому что, когда получится разное, будет очень некрасиво. Значит, что мы должны сделать? Вот наша последняя. так. И вот так. Ножницы можно брать хорошие, потому что здесь действительно идет обычная нитка. Ну, я пока намечу. Вырежем сначала квадратик, чтобы нам уже совсем не ошибиться. Так, я наметила вот здесь. вот здесь. Допустим, давайте вот здесь. Может быть, этот квадратик мы еще потом куда-нибудь и приспособим. Так, теперь вырезаем мы второй. Тут важно только теперь нам не попутать, какой из них левый, какой правый. Ну, вот, смотрите, здесь так, обрезаем. вот так. Ну, это, в принципе, действие совершенно несложное. Я так думаю, вы это справитесь и без меня. Значит, я просто вот, что хотела вам сказать, что, значит, смотрите, прежде чем дальше что-то делать с этой выкройкой, мы должны взять зажигалочку. Ну, во-первых, если вот такие вот сильные нитки торчат, то мы их просто-напросто срезаем ножницами. Вот. Ну, а когда остается такая небольшая бахрома, мы берем зажигалочку и вот так вот быстренько это дело делаем. Потому что, если мы будем долго, то оно почернеет может или какие-то такие будут совсем уже заплавленности. Нам это не надо. Так, что у нас здесь неровная ткань неровная была. Ничего, это будет снизу тут. Видите, когда сильно долго держишь, начинает ткань скукоживаться. Нужно аккуратненько. То есть все шовчики пройти. Вот. Это у нас правая туфелька. Мы ее просто сейчас отложим в сторону. Сейчас мы должны свериться, так ли я все вырезала. Потому что как-то визуально она мне кажется не очень похожа одна на другую. Нет. Все абсолютно правильно. Вот смотрите. Давайте мы правую отложим в сторону, а левую займемся левая туфелька. Значит, наша левая туфелька. Так, это правая или левая? Ага, вот правая, вот левая. Так же же правильно? Конечно, правильно. Эту мы пока уберем в сторону. Значит, смотрите, мы прикладываем, как я планировала. Вот так вот сделать носик. Но для этого что? мы должны нарисовать там, где мы будем проклеивать клеем. Но рисовать мы не будем так, чтобы это было совсем видно, поэтому мы немножечко должны нашу выкройку ну вот урезать для того, чтобы наша разрисовка осталась внутри. Смотрите, мы чуть-чуть ее урезали. Теперь мы ее прикладываем. Для разрисовки можно рисовать ручкой и там еще чем-нибудь я взяла кусочек мыла. Сейчас я немножечко так приловчусь, чтобы это было хорошо и ровно. Конечно, нам в нашем рукоделе очень часто не хватает, конечно, третьей руки. Вот смотрите, мы берем кусочек мыла, вам видно, да? И делаем такое вот действие. ну вот смотрите, наша рисовочка очень хорошо видна. Ну, мы ее немножечко вот так даже оботрем, чтобы она не была такой яркой, потому что мыло мылом, а все равно очень ярко. Вдруг оно будет отличаться. Теперь смотрите, я беру клей-момент. Лучший клей-момент на сегодняшний день, по-моему, еще ничего не придумали. Можно, конечно, клеить пистолетом, но я не рискую, потому что, допустим, я знаю, что если клеить кожу, то она начинает морщиниться. И как она себя поведет, я не хочу. Запасных туфель у меня нету, чтобы про это дело проверить, поэтому я клею клеем-момент. Вот, смотрите. Сначала мы немножечко его наложим. И так, для чего мы сделали выкроеку, чтобы нам лишнего не мазать, чтобы потом не надо было очищать на туфле. Вот. Есть у меня такой инструмент замечательный, как вот такая вот палочка. и мы этот момент хорошенечко размазываем, и мы можем немножко выступить за наш край, потому что мы ведь выкроеку специально урезали, чтобы мы могли чуть-чуть выступать. То, что где-то будет потом, если вдруг в этом месте мы не доклеим, но не так точно мы проведем, то мы потом можем точечно зубочисточкой доложить клея и доклеить. Но мы же должны сделать аккуратно, чтобы наши туфли были фирменными, красивыми и не было никаких изъянов. делаем все очень аккуратно. но так как туфли тканевые, очень хорошо впитывают получается клей. Ну и клеить тоже надо не сразу, а немножечко ну вот хотя бы подождать, потому что смотрите, когда клей становится вот таким вот уже как бы прилипучим, вот тогда-то мы и должны начинать клеить. Вот самое сейчас время. Видите, как хорошо. Так. берем нашу заплаточку и прикладываем к нашей туфельке. Ну и мы стараемся максимально ее смотрите по я делала конечно по выкройке все, но как говорится когда сильно-сильно ты начинаешь прижимать, то может немножко где-то не совпасть, но вот смотрите как замечательно получилось. Немножечко вот сюда подтянуть. Вот то, что у нас вот здесь остался такой как бы шовчик, мы потом возьмем серебряную краску. Смотрите, какая красота уже получилась. Теперь смотрите был у меня еще такой план вот здесь вот сделать вот такую вот штучку. Вот мы сейчас ее должны как бы обвести. Ну это тоже чтобы лишнего не намазывать и ну давайте немножко хотя обвести, ну давайте обведем чтобы лишнего не мазать, потому что мукочка даже много навела. Ну хорошо. Это мыло, вот для чего мыло всегда мы имеем возможность его стереть. То есть оно, смотрите, мы немножко наведем, потому что тоже не хочется много. Да, вот, отлично. Опять мы берем клей-момент. так, вот так вот выпачкали мы каблучок, это нам ни к чему. И хотя каблучок можно смело отмыть, но мы сделаем все очень аккуратно. Значит, смотрите, мы хорошенечко намазываем и приклеиваем, так, немножечко подождем, пусть наш клей станет таким, как бы, более липучим. И подклеиваем нашу полосочку. Вот я тут немножко клей вымазала, но, видите, оно немножко раз и убралось. Хорошо. Отлично просто. Чуть-чуть выше, вот так. Вот, смотрите, уже получилось, наш туфель стал совершенно другим. Ну, еще у меня в планах теперь. я сейчас вырежу полосочку. Я так предполагаю, что вырезать нужно ее в одну такую вот полоску. Вот мы сейчас приложим и посмотрим, как оно будет смотреться. Смотрите, если мы по всему контуру вот так вот приклеим полосочку, по-моему, будет великолепно смотреться. Только надо промерить вот здесь. Как будет? Будет очень хорошо. но сейчас я вырежу и вам покажу. Ну, вот, смотрите, одну туфельку я уже закончила. Дело в том, что как насколько хорошо клеит клей-момент, настолько он плохо оттирается от ткани. Поэтому смотрите, что я делала. Я вот эту туфельку, когда приклеивала треугольничек, немножко вымазала вот здесь. Поэтому пришлось очень много сил потратить на оттирание. И поэтому я придумала вот как делать. Я обклеила туфельку малярной лентой и оставила лишь только тот ободочек, на который я буду клеить. В каждом хозяйстве, как я считаю, должна быть малярная лента. Она очень, ну как, она приклеивается хорошо, не допускает, допустим, попаданию краски или лака на ткань. А отдирается она очень легко и без следов. Поэтому ну вот смотрите, как я это дело делала. Я нарезала полосочек вот таких вот коротких. Я их поопаливала. Сейчас я немножечко покажу, как это делается. Потом, если вы будете делать, вы будете делать сами. А я доклею туфельку до конца и покажу вам результат. Ну а смотрите, мы клеим небольшими кусочками. Начала я с такого самого места основного вот здесь. То есть я здесь аккуратненько наношу клей. Стараюсь как можно тоньше это дело сделать. Вот. хорошо, что можно остатки клея, если там вот сюда прямо намазать его. Здесь мы это дело должны нанести. буквально пару мгновений подождать, чтобы оно стало более клейкое. Так. Ну вот, видите, когда начинает клей уже затянуться за палочкой, то можно брать уже нашу штучку эту и прикладывать. И смотрите еще, когда вы опаливаете зажигалкой, если вам нужно немножко изогнутую, то в том месте, где зажигалка, но больше припалите, оно немножко загнется в эту сторону. Вот. Я вам сейчас покажу эту штучку приклею и покажу вам, как делать вот, допустим, немножко изогнутые ленточки. Так. Вот смотрите. Где же зажигалка моя? Так, ладно, зажигалку найду, я вам потом покажу. сейчас у меня будет процесс идти. Клей, потому что застывает быстро. Клею кусочками, потому что, ну, во-первых, и длинной ленты такой, сразу ее нет у меня. я купила на базаре все 20 сантиметров. И так мы точнее сделаем. Мы постараемся ничего нигде не... вот вот видите, вот видите, изогнутый край получился, потому что я вот здесь вот больше припалила зажигалкой, чуть-чуть дольше подержала. Вот смотрите, я так клею, если вам, вы будете это делать, вы это сделаете самостоятельно, а я сейчас доклею и покажу вам результат. Вот смотрите, да, я оклеила и вам ничего было не видно. Ну вот, я клею вот так вот по частям небольшими кусочками. Сначала намазываю клеем, пару минут жду, пока клей становится вязким таким и клейким, и потом приклеиваю. Ну, я вам покажу сейчас результат. Ну вот, я закончила обклеивать и вторую туфельку. Посмотрите, получилось очень нарядно, очень эффектно, как раз такой праздничный вариант. Значит, смотрите, то, о чем я вам говорила, что если вы, вот нашла я свою зажигалку, если вам нужна немножко изогнутая линия вот этих штучек, то смотрите, это уже изогнутая, сейчас я возьму поровнее. Вот, если вам нужно немножко изогнутая, то вы вот так зажигалочкой подпаливаете и смотрите, сразу раз и приобретает изгиб. Если еще чуть-чуть вот здесь, то изгиб будет больше. Вот на вот эти места, на вот эти, вот такие вот изгибчики делать. Вот, ну, что я могу сказать? Работайте аккуратно, потому что клей-момент очень коварный. Если вдруг испачкаете, оттирается средством для снятия лака. Вот, ну, я считаю, у нас получился очень такой достойный вечерний вариант. Я думаю, моя дочка будет довольна. Все, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. У меня еще много разных интересных идей. Будем их вместе воплощать в жизнь. На этом все. До свидания. Всего доброго.